Там люди стоят и шишукаются, где Сейн? Здесь! Образуйте полукруг вокруг меня! Это начинается исключительно трэш. Куда побежал? А? Блюм! То всем станет на это похер. Кто прав, все мы ссу, блядь! 2.15, блядь! Для тех, кто подписан на меня, но каким-то образом умудрился это пропустить, меньше месяца назад я организовал свой первый ивент. Полноценное арт-мероприятие. И это было сложно. Ну прям очень сложно. Но несмотря на все трудности, мероприятие прошло отлично. Был получен просто бесценный опыт. Я им сейчас поделюсь и расскажу вам, как собрать 250 человек на своем собственном мероприятии, меньше чем за месяц, и при том, что ты не умеешь ни петь, ни танцевать, ни делать что-либо еще, на что обычно продаются билеты. Ну и заработать на всем этом. Здрасте, вы на канале Сейна. Началось все с того, что мне нужен был мерч. Ну, мало того, что я блогер, там, сравнительно известный, да, там, паре человек нужен, спасибо вам большое. Так еще и я очень люблю всякие дизайны, визуал. Сам его создаю в довольно больших количествах. У меня очень много таких друзей и так далее. Короче, прям напрашивалось. Но даже первые попытки с моими дизайнами, которые даже увидели свет, мне они как-то концептуально не нравились. Меня вот прям не перло встраивание в этот алгоритм создания блогерского мерча, когда просто берется какая-нибудь твоя фраза, твое лицо, или вообще как-то издалека относящийся к тебе образ, переводится штампованно модным дизайном на одежду, и они производятся, пока их покупают. Получается такой вот масс-маркет в самом худшем его проявлении. И по прошествии времени, даже если сама шмотка была достаточно качественной, чтобы сохраниться, она уже вышла из моды, или вот этот вот прикол перестал быть приколом, или блогер сменил логотип, или что-то вот в этом духе. Короче, не круто. Прям вот не хотел я, чтобы у меня было так, и придумалась концепция секты Сейна. Основа концепции — это коллаборация с действительными художниками и авторами искусства. Я продолжаю повторять, какое огромное количество талантов спрятано в российском стрит-арте, и никто их никак не использует. Такое же огромное количество спрятано, я уверен, и в других художественных сферах, просто мне сейчас стрит-арт мега интересен, я вот в этом кручусь и копаюсь. И каждая следующая вещь секты Сейна будет коллаборацией с каким-то художником или автором другого рода, чтобы вот моя медийность, да, она не замыкалась сама на себе, чтобы я вот не просто продавал футболки с логотипами, а чтобы я тем самым еще и двигал арт, потому что это и плюс арт-сообществу в виде прихода новой аудитории, и к тому же мои подписчики покупают не просто какие-то голимые шмотки, а действительные вот объекты искусства от настоящих художников. По этой же причине сделаны строго ограниченные партии. Не бесконечная штамповка, а разный художественный труд. Например, первая партия строго 50 футболок и больше не будет выпущено никогда. Если будет какого-то рода ресток, у него уже будет измененный дизайн или какие-нибудь дополнения или что-нибудь еще, не одинаковые шмотки. И каждая коллекция уникальна. Больше такого не будет никогда. И первым принтом стал вот этот вот красивущий лимон, который нарисовала Тая Пальцева. Да, та самая Тая Пальцева, которая солистка группы Палк, она еще и замечательно рисует. И, собственно, лимон вышел из... под ее пера, так сказать, и целый год лежал, и с ним ничего не происходило. Я потом расскажу, почему это был именно год. Там просто все трудности производственного процесса сваливались на меня по очереди. Но помимо этого лимона на груди, я сделал композицию, построил действительную коробку. Сейчас ее даже притащу. Вот такую замечательную хренатню я произвел. Как видите, она, ну, довольно здоровая. Положил в центр лимон, наклеил на него наклейку ебанарта, и получил вот такую абстрактную композицию. Собственно, эту штуку я, наверное, никогда уже не буду использовать, потому что здесь и стикеры сами успели устареть. Мои я сейчас другие клею, но не суть. И вот готово два принта. Мне очень помогали замечательные ребята из компании Firebox с тем, чтобы найти фасоны, решить, вот я хочу подвернутую рукава, как их закрепить, где произвести этикетки. Куча производственных вопросов с футболками мне очень оперативно и классно помогали решать. Но, тем не менее, это затянулось на год. И вот почему так долго. Потому что команда, ребят. Ну и, конечно же, там моя требовательность тоже сыграла. Вот, например, первые дизайны выглядели вот так. Здесь еще не было секты Сейна. Я думал называть это ебанарт шмот. В итоге все было вообще к хренам переделано. И я даже не смог найти абсолютно всех черновиков, которые я создавал для того, чтобы запуститься. Но все в первую очередь, конечно, упиралось в команду. Одному вывозить подобные процессы невозможно. И я очень долго подбирал, с кем именно я смогу это сделать. Было несколько неудачных попыток. С какими-то людьми мы начинали что-то делать, в итоге не заканчивали. И вот спустя год безуспешных попыток я нашел замечательных ребят из бренда Ишью. Я периодически свечусь в их одежде. Отличный бренд. Один из моих самых любимых брендов, которые выходят из граффити. И, собственно, из-за того, что мне нравился сам бренд Ишью, в итоге мне очень понравились ребята из Ишью. И именно благодаря ним получилось в итоге все сделать. То есть, понимаете, оно год лежало в абсолютно мертвом состоянии, готовилось очень пассивно. И потом меньше, чем за месяц появилось мероприятие. И все это вопрос правильной команды и правильных кадров. Поэтому, ребят, если вы будете что-то делать, это самое сложное. Вам хватит и двух людей в помощь, чтобы сделать такой огромный ивент, именно вот в основе. Но главное, чтобы эти люди были правильные, работящие и готовы хендлить проблемы, которые вылетают на вас просто вот так. Вот как из этой машины, которая шарики собаки кидает, и она за ними бегает. Вот вы на все время организации мероприятия становитесь вот такой же собакой. Несмотря на то, что нашим главным успехом стал именно арт-ивент, и этот ролик, он в первую очередь про арт-ивент, мы это совершенно так не планировали. С самого начала нам нужно было просто эпичное открытие бренда. Мы хотели пригласить просто дофига людей на презентацию футболок, потому что вот всю эту концепцию Секты Сейны, если просто запустить онлайн-продажи, подать будет довольно трудно. И было бы не круто, если бы вот как раз мой мерч, который вот так долго готовили, в итоге люди воспринимали, ну как, просто какие-то футболки с какой-то картинкой. Нам этого не хотелось, поэтому решили, нам нужна презентация. Но просто презентация футболки, это же охрененно скучно. То есть мы арендуем помещение, соберем людей, они придут, мы им покажем футболку и скажем, ну, теперь платите нам, да, хорошо, что вы пришли. К тому же, если там только презентовать футболку, то это будет больше похоже на блогерскую сходку. А я терпеть не могу сходки и очень много раз говорил, что сам такие никогда проводить не буду. Другой вариант, кроме этого, было сделать мне какую-нибудь лекцию, написать какого-нибудь материала и типа прочитать его вживую. Но, опять же, представляя это, мне это совершенно не кажется каким-то крутым и классным. Вы меня на ютубе можете посмотреть на скорости 2 без запинок, с пиздатым монтажом и так далее. Какого-то материала, знаете, там, которого мне страшно сказать в видосах, с политическими высказываниями, там, на какие-то скользкие темы. Но мне кажется, я не тот спикер, чтобы это делать, да, то есть, может, однажды доживу, но на тот момент мне эта идея казалась совершенно вымученной. И поэтому нам нужно было буквально с нуля придумать интересный ивент. И так мы придумали Ебаназию Лайф. Отталкивается она, естественно, от Ебаназии для Сейна. Если вы вдруг не знаете, что это, я сейчас расскажу. Если знаете, то вот по тайм-кодам пропустите этот момент. У меня был тег в Инстаграме Ебаназия для Сейна. Он заключался в том, что чуваки повторяли за мной вот после видоса, который сейчас в подсказке вылез, коллажи по методу Родченко и других вот модернистов и продолжателей их идей. То же самое, только с использованием фотошопа и всех современных возможностей, а в итоге выложить это в Инстаграм. В итоге, несмотря на то, что это довольно древняя техника, в Инстаграме на фоне всей вот этой вот супер лухарь и жизни, которая там преобладает, это до сих пор смотрится круто. Задумывалось изначально, что тег проживет, ну там месяц-другой, дай бог. В итоге он живет уже несколько лет и у Ебаназии даже появились свои звезды. Одна из самых активных создателей Ебаназии стала в итоге админшей нашего замечательного Инстаграма Ебанарт, а многие другие авторы Ебаназии поучаствовали в создании контента с мероприятия, но об этом чуть позже. Для мероприятия мы совместили концепт Ебаназии для Сейна и тот самый концепт коллаборации, который лежит в основе секты Сейна. И в итоге, что мы получили? Всем чувакам сказано принести на ивент черно-белые фотографии. После того, как они придут, на столах будет разложено то, что мы называли говностав. Там были и календари с анекдотами из Ашана, и мандалы, и цветной картон из детского магазина, была фольга, были различные штуки, которые я специально напечатал. Там были паттерны из наших логотипов, были рожи, были какие-то картинки, которые относились просто вот там ко мне, к моему блогу и всему остальному. В общем, куча всего разного, чего можно как раз прилепить, приколажить на свою фотографию. И главное, конечно же, это целых 12 художников, которые приглашены на мероприятие и работают там все время. То есть по задумке человек приносит свое фото, его там инструктируют, как что делать, он прифигаривает на него различные кусочки, которые вот там лежат в свободном доступе, и клей вот там же есть, и после этого отдает это на обработку, вот прям лайвом, прям на месте, реальным стрит-арт художникам. Можно одному, можно нескольким, в общем, как кто хочет. У этой идеи есть ряд минусов. Во-первых, все могут забить хер на то, чтобы приносить фотографии. А если даже 100 человек будут нуждаться в фотке одновременно, и нужно будет сделать это прямо на мероприятии, не представляется никак это возможным. Мы придумали запасной вариант в виде того, чтобы чуваки быстро побежали в ближайшие копи-центры, также мы привезли в итоге принтеры, но надеялись на то, чтобы этого не произошло. Второй вариант еще более ужасный, что всем станет на это похер, что условно люди, которые пришли, они в первую очередь хотели, допустим, сфоткаться со мной, или какими-то там своими, в общем, целями обладали, и когда бы я им сказал, ребята, приступаем к ебаназе, и все бы там пошли бухать еще куда-то, и бедные художники сидели бы просто и смотрели в потолок. И это не говоря уже о том, что для создания всего этого нужны лампы, стулья, столы, маркеры, художники, которые все могут отказаться, не договориться, перенести, и, в общем, огромное количество переменных, которое может не сработать. Мы беспокоились, поэтому поставили цену на вход 250 рублей, о чем позже пожалели, нам все сказали, что это слишком дешево, но нам критически важно было собрать. Для этих же целей мы установили в конце мероприятия ответы на вопросы, чтобы вот я на них отвечал, и этим самым мы хотели как бы поставить еще одну точку после ебаназии лайф, чтобы у нас люди там точно не разошлись и точно получили удовольствие, и им было что делать. И именно вот эта неопределенность и огромное количество вероятностей событий, в которых у тебя все идет по пизде, и ты их видишь одновременно, как Доктор Стрэндж, вот в этом есть, наверное, самое сложное в организации мероприятий. Но, что мы в итоге подготовили? Всегда мечтал бы сказать, товарищи, спасибо, что пришли! Во-первых, место. Это был замечательный клуб MJ, который не так давно открылся и на очень лояльных условиях предоставил нам площадку. В итоге подобная лояльность, она нам аукнулась немножко, вы узнаете потом почему, но всем, кто будет делать подобные мероприятия, я настоятельно советую стучаться в каждую возможную дверь, потому что, в отличие от там каких-то сольных концертов и прочего, арт-мероприятие это такая культурная вещица, которая может потом очень красиво смотреться в портфолио заведения и очень многим будет сотрудничать с вами интересно на очень лояльных для вас условиях именно за счет того, что вы арт-мероприятие. Фича классная. Кроме этого, мы организовали чай. Я вот даже сейчас сижу и его пью, потому что у нас получилось сделать чуть больше, чем мы ожидали. Это коллаборация с Ли Ю Ти, замечательная чайная компания, которая по итогам ивента выпустила со мной вот такой вот коллаборационный молочный улун. Вы сейчас можете заказать его у них на сайте, он даже теперь вот в таких вот охеренных черных пакетиках есть, но суть была такая, что помимо того, что купить его можно было, он наливался бесплатно. Красивущие чайные листья распускались в брендированных стаканах, и все это, опять же, на планах было довольно красиво. Но была некоторая вероятность, и я, например, так подозревал, что все будут пить, ну там, пиво, например, а не чай. Но забегая вперед, скажу, что все оказалось совсем не так, за чаем была огромная очередь, и мои подписчики, судя по всему, предпочли пиву чай. Ребят, респект за ЗОЖ, я правда не ожидал. Отдельное спасибо хочется сказать компании Edding, которая предоставила нам маркеры для того, чтобы наши замечательные художники вот всю эту рыжежелтую красоту создавали низкий им поклон. Также для мероприятия было создано бешеное количество разных дизайнов, большую часть из них сделал я, при том, что из дизайнерского образования у меня вот полгода подготовительных курсов к поступлению на фотографический факультет в вышке, на которую я в итоге так и не стал поступать вообще. Он тогда вроде бы не открылся. Ну, короче, ничего серьезного по дизайну я никогда не заканчивал и даже не пытался начинать. Но в итоге очень вообще приятно и хорошо на мою самооценку повлияло это мероприятие, потому что, во-первых, были созданы стикер-паки, они до сих пор продаются, и они довольно клевенькие, по-моему. Кроме этого, были сделаны бесплатные стикеры, которые лежали по всему мероприятию, и после этого оказались на очень большом количестве работ, и также были созданы постеры. Это вообще вот самое, что греет душу, потому что постеры создавались изначально для оформления мероприятия, но где-то за полтора часа до конца люди начали ходить и спрашивать, а можно постер взять? А можно сперить постер, спиздить постер? Можно у вас? В итоге абсолютно все постеры были сперты. Я чудом утащил один себе и один как раз-таки замечательный Розалии, которая админит ебанарт, отправил его в Уфу. И эти шикарные постеры мы среди вас разыграем. Да, это опять монтажная вставка. Спустя несколько месяцев монтажа можно и дозаписать кусочек, правильно? Собственно, вот этот, вот этот, и вот этот постер. А также к ним, естественно, стикеров доложим дофигищу. Вы можете выиграть, если подпишетесь на три замечательных аккаунта в инстаграме мой, issueware и, естественно, секта Сейна. И, проставив там все самое нужное под этим роликом, напишите в комментах идею для нашего следующего ивента. Я с удовольствием вас эту идею сопру. И вот, собственно, три самые креативные, спертые мной, а может и не спертые, а просто самые креативные идеи получат постеры. Отправим их вам почтой России. Так что, бегите в комменты быстрее. И, заканчивая хвастаться моими дизайнами и прочей визуальной жутью, которую я произвожу, не могу не похвастаться вот этим видосом. Продолжение следует... Можно ли было меньше запариться, произвести меньше визуала, меньше потратить на это времени и из-за этого там более ровно что-то организовать? Теоретически, да. Но, мне кажется, в случае с арт-ивентами особенно, да и по-хорошему с любыми другими, вот как раз-таки количество вашей айдентики, оно определяет общую атмосферу на мероприятии. Чем больше вы сделаете вот своего, да, вот будет у вас своя цветовая гамма, свои логотипчики, свои какие-то мини-логотипчики, печати и прочая фигня, а у нас была настоящая печать ебанарт на мероприятии, тем круче будет в итоге. Это все работает на вас. Все место, что вы не займете своими дизайнами, займутся там изначальными дизайнами помещения, чем-то, что кто-то сам принес и так далее, в общем, все, что вы не займете самостоятельно, заполнит что-то иное, что совершенно не факт, что впишется и срифмуется с вашей атмосферой и тем, что вы хотите транслировать. Поэтому, ребята, лучше на одного дизайнера друга побольше пригласите, на одну бутылку пива для него побольше проставьтесь, но сделайте побольше крутого, аутентичного дизайна. И, кстати, забыл сказать про музон, его много кто хвалил, он по большей части состоял из лотскульного хопчика и еще туда было немного такого ракешника намешанного. Я, честно, ну вот буквально за один присес составил плейлист больше, чем на 4 часа и очень многие кто его похвалил, поэтому я публикую этот плейлист с потифая. Ссылочка также в описании и слушайте музыку, которая была на ебаназии. И вот с этого момента начинается исключительно трэш, потому что дальше идет прям организация. За 3 дня до самого ивента мы приезжаем в помещение, а до этого мы разговаривали, что нам нужно будет много столов, много стульев, проектор, ну и так в общих чертах нам все околи, говорили, да, ну в общем есть. В итоге, когда мы допланировав мероприятие прям вот уже до супер готового состояния, зная все идеально, как у нас будет, вот ну мы так думали по крайней мере, мы приезжаем и понимаем, что проектор, который в помещении, нам вообще не подходит, звук нам нужно доделывать, переделывать, столов и стульев, которые есть в самом помещении, нам не хватает вообще никак, и даже того количества, которое мы думали, оно тоже нам вообще никак не на руку, потому что это одни барные стулья, другое столы какие-то небольшие, короче, для нашего мероприятия не подходит никаким образом. в итоге мы арендовали 30 стульев, 8 столов и проектор, закупили клей, говностав, заказали постеры, заказали стикеры, дофига чего организовано, последняя ночь перед ивентом, я даже вот на телефон снял удивительное ощущение, когда ты сидишь после вот целого очередного дня заеба по мероприятию, и смотришь, как в онлайне твой брат по оружию вносит в таблицу проданные билеты, и видишь, как у тебя вот переваливают и переваливают числа, и ты понимаешь, что вот эти вот имена и никнеймы, они реально завтра придут к тебе прям живые. Кстати, сам алгоритм был такой, что ты покупаешь билет в инстаграме секты Сейна, и после этого тебе приходит реальный билет, его я, естественно, тоже задизайнил, опять же, это тоже можно было не делать, но, по-моему, это очень кайфово, и люди, многие даже распечатали эти билеты как вот такой памятный знак с мероприятия, опять же, никто не говорил, что это нужно делать, люди просто сами, вот, им показался кайфовым дизайн, ну класс, ради этого все и делается. И, кстати, все это время я говорил про 250 человек, мы, когда планировали мероприятие, думали, что если мы шагнем за сотню, то нам уже будет более-менее нормально, мы разыграли часть билетов бесплатно, опять же, поставили очень низкую для них цену, там, те, кто в Москве живут, понимают, что 250 рублей, но даже не везде кофе можно купить за такие деньги, это вообще смешная сумма, и мы, честно говоря, думали, что вот по этой минимальной планке в 100 человек мы где-то в районе ее и будем проходить, потому что примерно такое же, такое количество билетов купили на мероприятие за первые, вроде, дня 4 продажи, нужно сделать ремарку, что в принципе нормальные мероприятия готовятся за гораздо больший срок, и если мы его готовили за месяц, многие мероприятия анонсируются за месяц, и, естественно, мы могли бы собрать гораздо больше людей, если бы вот, ну, также проводили нормальную и рекламную кампанию, и нормальную кампанию про сбору предзаказов и т.д. и т.п. ну, короче говоря, в первые 3 дня у нас купили там в районе сотни, и в самый последний день, вот впритык до закрытия продажи, купили, блядь, почти столько же. Скажи, что происходит? Что происходит? Пиздец происходит, у нас 5-минутная готовность, мы задерживаемся на 40 минут, у нас там полный зал людей, у нас, в принципе, мы позавчера думали, что у нас будет 100 человек, все творческие люди, как обычно, сделали все в самый последний момент, и в последний день у нас набилось нахер 200, и походу еще есть люди, которые покупают билеты втридорога прямо на входе, сколько здесь будет человека в общем, я не знаю, но там люди стоят и шишукаются, где Сейн, здесь, блядь, в кладовке, охуеваю. Ну, то есть, понимаете, первые 3 дня 100, и последний тоже 100. В итоге, в последнюю ночь перед ивентом совершенно охерели ребята, которые мне как раз помогали и всем этим занимались, потому что нужно было оформить вот, мало того, чтобы принять оплату и там вот все записать, еще и оформить в фотошопе вот эту вот лишнюю сотню билетов. В итоге, у нас было в районе 200 проданных перед началом мероприятия, и многие еще купили билеты на входе. Они были специально в два раза дороже сделаны, чтобы это был непривлекательный вариант, чтобы люди купили как можно больше заранее, но это не сработало. Опять же, творческие москвичи готовы пренебречь бабосом ради того, чтобы сделать все в последний момент. Ребята, я абсолютно такой же, да, зеркальное отражение просто. Друзья, ребята! Короче, мы, готовя это мероприятие, пошли сюда на три часа позже, чем должны были. Прямо сейчас у нас там команда последние шесть часов разрывается просто на мелкие кусочки. Мы всех впустим через пять минут буквально, и вся штука начнется без задержки вообще. Вы должны были войти час назад и час ждать. Ожидание вы свое уже провели рядом с замечательным баром. Собственно, через пять минут начнется весь экшен. Это будет охеренно. Спасибо большое, что пришли ко мне сегодня. И в день самого ивента организационный трэш пробил просто все возможные этапы дна и дна по дном и так далее. Когда я еще только ехал в такси на само мероприятие, я узнал, что оказывается аренда проектора, а, кстати, и стулья, и проектора, и все остальное было очень сложно арендовать, потому что это предновогодние праздники, то есть там середина декабря уже все, вот половину забронированные заняты у всех корпораты, но даже то, что я смог выбить, там вот аренда проектора составляла вроде 1200 рублей, и в него бесплатно входила аренда экрана для проектора и бесплатная доставка. Я подумал, ну раз бесплатно, ладно, что, не будем париться с экраном на месте. Так я и думал, но в итоге в последний день мне говорят, что знаете, как бы добавление экрана, оно бесплатное, доставка проектора, она 300 рублей, а вот доставка экрана 1700 рублей в одну сторону, то есть понимаете, я полторы тысячи трачу на сам проектор, и мне нужно потратить еще три на этот экран, хотя он бесплатный, вот такая вот микро наебка, да, там наверняка это где-то очень мелким шрифтом где-то было написано, и я не заметил, вот такая микро наебка, она вот начала мой замечательный день, собственно, как начнешь, так и проведешь, мы отказались от этого экрана, и в итоге нам служила в качестве этого экрана стойка рекламная вообще с другого мероприятия, а когда мы приехали на само место, там никого не оказалось, мы приехали в одиннадцать утра, а клуб просто закрыт, прямое включение из, блядь, жестокой реальности, на улице минус восемь, мы стоим уже несколько часов, и не можем попасть к себе в клуб готовить мероприятие, потому что тупо никого там нет, блядь, никто просто не приехал, ключей никто нигде не оставил, хотя, судя по историям, многие пытались, несколько часов стоим, холодно, пизда, тут огромная куча вещей, которые мы должны были вешать, и по идее, к этому времени мы должны были начать уже электронику настраивать, а у нас не готово ни хуя, вон идет, Влад несет стулья, охуенно, охуенно, стулья на улицу, и в итоге приехал я, потом приехал еще чувак, еще чувак, приехали столы, приехали стулья, приехал проектор, все, что мы заказывали, постепенно стягивалось к клубу, и оставалось на улице, а при этом декабрь, да, в Москве зима, минус прям стоит, большое спасибо сотрудникам красного карандаша, которые пускали нас погреться, просто периодически, потому что мы в итоге провели три гребаных часа на морозе, с огромной кучей различного оборудования, понимаете, ну то есть нормально, зайти там в какую-нибудь кафешку нельзя, когда у тебя 8 столов и 30 стульев, 2.15, сука, 2.15, блядь, блядь, 2.15, мы только вошли, в итоге приехали к нам, открыли, вот опять же, как избежать этой ситуации, я не знаю, потому что в любом случае, когда тебе делают какие-то поблажки на этапе организации, и к тебе и менее серьезно относятся после этого, а когда как бы с тобой это непосредственно в моменте случается, у тебя нет времени, чтобы кого-то там винить и с кем-то там разбираться, тебе нужно херачить ивенты, это у тебя первостепенная задача, в итоге, войдя с трехчасовым опозданием, мы занимались тем, что пытались его компенсировать следующие часов 5, которые оставались до ивента, то есть оставалось меньше, но мы очень быстро поняли, что мы переносим начало ивента и деваться нам некуда, по абсолютно такому же принципу мы обнаружили, что у нас вот мероприятие уже через пару часов начинается, а звук просто не работает, случилось недопонимание там, опять же, с организаторами, и как бы звук есть, и он рабочий, но только он вообще не в том помещении, что нам надо, и туда невозможно установить проектор, то есть по сути звука нет, потому что там сложная вот эта система, и чтобы ее переподключить, нужен специальный человек, в итоге экстренно, как пожарного вызвали звукача, который там все переподключил, но получилось это не совсем идеально, потому что в итоге большой респект диджею, который у нас работал и крутил мой плейлист, но там то отходили какие-то провода и были с этим проблемы, и самое, конечно, печальное, что звук в итоге не удалось подключить к моему компу, и поэтому звук вот из видоса, который я вам показывал, он, блядь, звучал через микрофон, который я подставлял к колонкам ноутбука, и это, конечно, фейл вообще пиздец, за видос обидно. Да, у нас потрясающая технология, и звук будет с этого микрофона. Но вот знаете, как друг познается в беде, так и даже твои коллеги, и мои познались вот прям в наилучшем виде, потому что мало того, что чуваки, с которыми я все это начинал, носились со мной все это время в поте лица, и в итоге в, ну, почти вдвое меньшие сроки, что мы планировали, собрали целиком мероприятие, конечно, опять же, не без проблем, которые я описал выше, но в итоге с, вроде, часовым опозданием мы запустили людей, и все работало. Отдельный суперреспект волонтерам, которые пришли абсолютно за бесплатно, просто из респекта мне и чувакам из Ишью, которые их приглашали, нарезали огромную кучу стикеров, таскали столы, раскладывали их, сидели за сканерами и проекторами, работали, в общем, просто вот по всему помещению, притом очень долго, и совершенно вот самоотверженно огромный респект. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы отправить новогодние подарки, это же просто тоже логистика, и мы в итоге с этим тоже опаздываем, но обязательно всем, что художникам, что волонтерам, которые у нас были, мы отправим респекты, обязательно чаечек и все остальное, потому что именно благодаря вам состоялось мероприятие. Хочется отдельно про художников сказать. Художники, которые приехали опять же работать за респект, фигарили пять часов вообще без остановки и выкладывались просто на полную. К сожалению, не получилось им организовать ни еды, ни питья, но опять же это наше первое мероприятие, мы просто мы и себе-то их не организовали, вот, на будущих мероприятиях обязательно нужно получше относиться к художникам, в этот раз низкий поклон за то, что все это выдержали, отработали, тоже обязательно отправятся вам подарки от Тектесейна, и вот просто для примера, в какой-то момент мне нужна была коробка для того, чтобы собирать в нее ответы на вопросы, я привез из дома коробку и отдал ее в руки одному из граффитистов для того, чтобы он ее просто мархером расхерачил, что-нибудь такое, в общем, дело на пару минут совершенно, я не рассчитывал, что к этому серьезно отнесутся, и вот что в итоге, ну это же просто произведение искусства, здесь в итоге я даже не знаю сколько человек собрано на одной этой коробке, но в общем совершенно самоорганизовавшись у меня вот дома остался такой арт-объект от замечательных чуваков, которые работали у меня на мероприятии, и, кстати, далеко не единственный арт-объект, который у меня остался с ивентом, но в итоге это самое главное, все прошло отлично, вот главная отдача от людей, которые пришли на ивент, была просто охеренная, совершенно не было никакой пассивности, вот это самое главное, люди шумели на какие-то элементы моего рассказа, хотя у меня там не было типа заготовленных панчлайнов и всего такого, но именно вот ту радость, с которой я все это дело презентовал, а понимаете, ведь синдром самозванца мощная штука, ты все это время ты сомневаешься, насколько всем вообще зайдет, что видос, что дизайн, что все вот, ну понимаете, нет никакой гарантии, что это вообще понравится, но люди именно хотели, чтобы их вовлекли в движуху, и это вот самое главное, что должно мотивировать всех тех, кто после этого видоса решит что-то подобное сделать, людям капец как хочется движни, особенно когда они уже пришли куда-то за этой движней, и несмотря на то, что тем, как я все отчитал, я доволен не совсем, реакцией я доволен более чем, просто сам я и из-за этого опоздания, и из-за всей дрочильни в предыдущие дни, я в моменты, когда выступал и вот почти до самого конца, я сохранялся вот в этом состоянии, блядь, я опаздываю, сука, надо все четко отчитать, успеть и все такое, и в итоге, вместо расслабленного, торжественного момента, в который я открываю свой, наконец-то, собственный бренд мерча, при том, не просто мерча, а крутого коллаборационного, я тарабанил вот в том же ритме, но, опять же, чуваки очень тепло все приняли, все кайфовали и с видосов, и с дизайнов, и в итоге пошли, купили большую часть футболок, что мы вообще привезли, их, кстати, совсем немного осталось, тоже вот сейчас все к Тисейне продаются, очень много выпили чая, и когда была объявлена сама ебаназия, все моментально схватили в чем суть и пошли делать, это заинтересовало вот просто всех, скучание на ивенте не было вообще, часть людей все-таки не смогли принести свои фотографии, их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал, респект всем за ответственность, но, к сожалению, с ними мы не смогли нормально как-то разобраться, потому что копировальные центры из-за нашего опоздания были уже закрыты, но при том некоторые даже 24-часовые, и это было вообще отстойно, и принтеры, которые у нас были с собой, они за 3 часа на морозе, блять, замерзли, и поэтому печатали довольно абстрактные картины, но это были единицы, большая часть сработалась идеально, были те, кто прошлись по всем художникам, были те, кто посидели у каких-то одних, и я представлял, что люди не будут знать, что делать, и поэтому нужно выстроить четкую систему, у нас сначала лежит говностав, потом сидят художники, потом сканеры и проекторы, чтобы люди четко шли, не терялись, и все было ровно, но замечательные творческие люди сразу обступили, заняли все свободное пространство, распределились самостоятельно, и курсировали вокруг художников, по крайней мере со стороны, это выглядело более чем гармонично, из-за того, что я недооценил организацию людей, которые придут ко мне на ивент, в итоге оказалась сама вот эта вот система, которую я выстроил бесполезна, и люди не могли найти принтеры, кто-то еще что-то не мог найти, и нужно было все это делать отдельными островками, люди сами бы разобрались, но это уже вопрос для следующего ивента, и вот в качестве примера, какая охеренная дружелюбная атмосфера там была, чуваки где-то надыбали табличку скользкий пол, отнесли ее, пронесли по куче художников, которые были на ивенте, и вручили мне, ребят, очень приятно, теперь является частью декора моей хаты, вот там уже, к сожалению, не вмещается, на противоположной стене висит, но, господи, как приятно, просто муа, 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 и в итоге, к части с ответами на вопросы, из 250 осталось, ну, человек 60 максимум, потому что это мероприятие уже было самодостаточным, и вот этот вот костыль, который мы вставляли для удержания интереса, был совершенно не нужен, потому что, опять же, люди заинтересованы в арт-ивентах, и это супер охеренно лучший вывод, ну, и в итоге, сами ответы на вопросы прошли так это очень лампово и приятно, потому что чуваки собрались вокруг стола, там, естественно, были всякие шуточки, я их там еще дальше обшучивал, в общем, очень приятная атмосферка. Отдельная фишка, которую мы выдумали уже после мероприятия, а у нас там работали замечательные фотографы и операторы, собственно, отдельное спасибо оператору Здорова, также спасибо Макке Кусу, именно эти вот два человека создали большую часть видеоматериалов с ивента, которую вы видите в этом видосе, и мы придумали навернуть еще один виток коллаборации, фотографии с ивента будут не просто выложены, а выложены сразу в обработке ебаназистов. Вот замечательные люди, которых вы видите на своих экранах, люди их работы, это чуваки, которые действительно делали крутые пикчи по тегу ебанази, мы их собрали, и они обработали дофигищу фотографий из мероприятия. Особенный респект отходит Артему Гришину, вот эта обработка, которую вы видите, это все сделано вживую, натурально, с помощью растворителя. По ссылке в описании, та же ссылка есть в инстаграм-аккаунте Секты Сейна, вы найдете весь этот архив, там загружены как обработанные фотки, так и скучные оригиналы, но кому они нужны, если есть ебаназийная версия? И теперь под конец чисто расскажу про пиздец, который был после мероприятия. Само мероприятие кончилось, я был в супер классном настроении, потому что, ну вот, реально прям супер успешное, и главное, что успешней всего оказалась именно арт-движуха, вообще позитивный настрой, но одна из тех, кто пришел на мероприятие, была моя подруга, наверное, лет 10, мой уже знакомый, Кира, привет, блять, она, как вот я предполагал, что сделают все остальные, поднакидалась, была на веселе, ну то есть не то, что прям напилась, но такая была веселенькая, классно проводила вечер, когда уходила со мной, попрощалась, мне респектнула, говорит, Миша, вент класс вообще, ушла, и уже два часа ночи, я, у меня и голос охрипший, я все собираю, столы и стулья, что-то заляпали, надо отмывать, короче, заеба, сил нет никаких, мне звонит ее подруга, говорит, Миш, а Кира у тебя с ивента ушла, да? Да, когда? Ну, часа два-три назад, а ее до сих пор нет, а ехать ей 15 минут, девочка ночью зимой в Москве внезапно пропала, и то есть не какая-то левая, я, то есть, ну, на левую можно много чего подумать, здесь я знаю, что это за человек, да? В итоге, я уже там добираясь домой, я все еще волнуюсь, периодически пишу, что нашлась? Нет, не нашлась, ни хера нет, уже, блядь, в Лиза Алерт заявили, это вот поисковая группа, которая ищет людей о пропаже человека, я там после ивента уже ни о каком ивенте не думаю, доехав домой, говорю, что, блин, на ивенте ее стопудово много кто видел, давай я тогда сделаю сторки, что, мол, пропал человек и все такое, уже готовлю себя к какой-то там вот помощи в поисках, а я таким тоже никогда не занимался, в итоге оказалось, что она тупо уснула в метро, то есть там усталость, перепад давлений, что-то выпила, телефон, конечно же, сел, повербанка, конечно же, нет, и она тупо каталась по длиннющей московской серой ветке кругами, пока ее в какой-то момент не разбудил машинист, а когда разбудил, она обнаружила, что вот оказалась в такой временной петле, и вот 3 или 4 часа своей жизни тупо каталась в московском метре, ну, хоть подвыспалась, и ладно бы на этом пиздец закончился, совершенно нет, на следующее утро мы должны были забирать столы, стулья и проектор, а помещение опечатали, я не буду вдаваться в подробности, что именно там произошло, я справедливости ради сам до конца не разобрался, что именно, но в общем, из-за конфликта вот с самим помещением, то есть к которому мы вообще никакого отношения не имеем, в итоге там заперли не наши столы, стулья и проектор, и выбивал я их, внимание, 10 дней, только спустя 10 дней, мы смогли приехать это забрать, все это время, я одним звоню, ругаюсь, какого хрена, верните, бля, у меня аренда капает, вторым звоню, извините, пожалуйста, мы не можем вам пока вернуть, там вот опечатано, мы сами ничего такого не знаем, ничего, ничего, и вот так 10 дней по несколько раз на дню, нужно хендлить эти вопросы, и каждый раз вроде бы завтра, а вроде не завтра, вроде какие-то работы проводят, а вроде нихера непонятно, и вот это продолжается, 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 и в итоге только через 10 дней мы смогли все это закончить, и вообще отпустить, и в итоге какого-то именно облегчения после мероприятия, я так и не почувствовал, оно плавно перетекло в напряжение уже новогоднее, и, ну, а вот уже январь, и я опять видосы ебашу, а вот, блядь, уже февраль, и я только заканчиваю этот монтаж, так что, ребят, центральный месседж, организация, это очень сложно, очень геморройно, и по-другому быть не может никак, но зато в вашей стране есть огромное количество заряженных инициативных творческих людей, с которыми можно мутить движуху, поэтому я всем настоятельно советую либо ее мутить, либо если мутить не хочется, то поддерживать, ходить на всевозможные ивенты, если вы в Москве, настоятельно советую московские стикер-фесты МОЗ-СТИК, я на них свои видосы снимаю, и именно на них я ориентировался, создавая свой ивент, ну и также, в принципе, просто мониторьте, какие мероприятия проходят, потому что круглый год в крупных городах, и значительно реже, но периодически в малых городах появляются вот такие творческие энтузиасты, которые пытаются собрать свою собственную движню, мне вот периодически пишут ребята с уральского стикер-феста, которые вот далеко-далеко, за уральскими горами, тоже двигают стрит-арт-культуру, и поверьте, есть что двигать, есть кому и для кого двигать, надеюсь, я вас смог зарядить, потому что сам я до сих пор сохраняю вот этот вот заряд от ивента, обязательно будут следующие ивенты, обязательно будут следующие коллекции Секты Сейна, обязательно подписывайтесь на все это дело, чтобы оно продолжало жить и еще круче развивалось, и вы ничего не пропускали, а также подписывайтесь на мой Бусти и Патреон, чтобы я мог дальше ебашить для вас ролики, а теперь и ивенты, и шмотки, и все остальное мог делать, и ни в чем себе не отказывать, и делать ролики не только про русский рэп. Так что, ребят, спасибо, что досмотрели, спасибо, что пришли на мой ивент, спасибо, что купили мои футболки, вы знаете, где кнопка подписки. А-а-а-а-а-а!